МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня Государственная Дума в третьем чтении приняла бюджет на ближайшие три года. Некоторые издания решили его проанализировать. Вот к каким выводам пришли. На чиновников в 2017-м потратят больше, чем на образование и здравоохранение вместе взятые. На госаппарат в казне предусмотрен 1 триллион 100 миллиардов рублей. Только на функционирование президента уйдет 15 миллиардов. Больше миллиарда в месяц. На Урале сегодня тоже считали деньги. Об этом расскажем в выпуске. Меня зовут Дмитрий Чашков. В итоге здравствуйте. Нам есть о чем с вами поговорить. Биологическое разнообразие. Это может сделать каждый, так как здесь особо ничего не нужно. Просто нужно зайти на сайт. В одной из тюменских школ любовь к ботанике ученикам решили привить при помощи гаджетов. До встречи с Табол. Мужики покряхтали, прикидывая, как тяжело валить. Янтова мамонта нахоть. Книга, по мотивам которой в феврале в Тюменской области начнутся съемки сериала, поступила в продажу. Процесс горения. Мы пытаемся внедрять и световые растяжки, и световые фигуры. Столицы региона готовятся к встрече Нового года. Какие места в городе уже создают предпраздничное настроение. Юг Тюменской области, Ямал и Югра не планируют выходить из акционерного общества Корпорация Развития. Тому самого, что является проектом Урал Промышленный, Урал Полярный, и чей экс-гендиректор Сергей Маслов обвиняется в хищении 1 миллиарда рублей, принадлежавших корпорации. В Ханты-Мансийске сегодня прошло заседание Повещительского совета. В него входят и губернаторы Большого Тюменского региона. В акционерах также Челябинск и Свердловск. У Корпорации Развития сейчас новый в Рио руководитель. Те направления работы, которые корпорация реализовывала в предыдущий период времени, будут скорректированы. 16 декабря в Екатеринбурге губернаторы субъектов федерации соберутся и рассмотрят его доклады-предложения на будущее, по итогам которых будут приняты решения о возможно серьезном изменении стратегии работы Корпорации Развития. Впрочем, уже заявлено, что корпорация останется одним из главных строителей Северного широтного хода. Подключиться к этому большому инфраструктурному проекту ИРЖД, напомню, широтный ход, призван объединить железнодорожными путями промышленные и добывающие регионы Уральского округа с выходом к Северному морскому пути. И еще одно совещание провел сегодня в Югре Уральский полпред. Посвящено оно было усилению мер безопасности на дорогах. Но перед этим Игорь Халманских навестил детей, пострадавших в страшной аварии 4 декабря. В окружной больницах Антамансиска остается 14 человек. Трех подростков накануне отправили спецбортом МЧС в Москву. Впереди у всех, помимо лечения, долгая реабилитация. Как прозвучало на совещании, соблюдение действующих правил перевозки детей могло бы уберечь от этой трагедии. Но по предварительной информации следователей, ребят в автобусе даже не были пристегнуты. На злополучном участке трассы в ближайшее время укрепят обочины и расширят проезжую часть. На въезде и выезде из населенных пунктов установят специальные щиты с информацией о погоде и состоянии дорожного полотна. Игорские власти также рассматривают запрет на перевозки детей в вечернее и ночное время. У нас, на юге Тюменской области, такое ограничение действует уже с понедельника. 16 декабря на совещании в Екатеринбурге я планирую рассмотреть данный вопрос с участием всех губернаторов Уральского федерального округа. И Наталья Владимировна, жду от вас на этом совещании предложений, которые позволят на вашем горьком опыте руководителям регионов принять меры по недопущению аналогичной трагедии. Эту тему обсудим с гостем программы во второй части. Дождитесь. Кстати, заботиться о детской безопасности можно по-разному. В Генпрокуратуре предстоит рассмотреть жалобу у московских родителей. Они просят разобраться с новым школьным предметом ОДН КНР. Он же основа духовно-нравственной культуры России. По сути, это изучение православных канонов. Но в классах есть иудеи, мусульмане и, знаете, даже атеисты. Представляете себе. Посмотрим, найдут ли силовики миссионерские мотивы в учебниках. А вот в Тюменской 94-й школе никаких разногласий по поводу методов обучения нет. Там даже учителя разрешили пользоваться гаджетами. Больше подробностей у Юлии Сауляк. Мимо фикуса в школе теперь не проходит ни один ученик. Наведешь телефон на двухмерный код, получая полную информацию о растении гонки за покемонами, больше не в тренде. Мы делали информацию с околом, мы можем создать код. Ботанический школьный сад превратили в электронную справочную программку. Семиклассники освоили быстро и уже создали три десятка графических шифров. Я составил киохот на драцину, фикус, замиокулькас и монстеру. А в планах занести в электронную базу еще полторы сотни растений, указать происхождение, способы ухода, виды и группы. Школьники уже изучили гору литературы в качестве бонуса пятерки. Потому что мы узнаем больше, иногда даже помогает, когда пишет контрольный. Серьезно? Да, был такой вопрос про растения, мы уже сразу отметили. Вырос и рейтинг школьной библиотеки. За словарями и справочниками по биологии теперь очереди. Касающиеся именно домашних растений, растений, которые растут в нашем крае, произрастают. То есть, можно сказать, что и к краеведческой литературе тоже возрос интерес. Идея пришла не случайно. Впереди год экологии. Маленькая затея уже выросла в масштабный проект. Им охвачены 72 класса школы. Это более двух тысяч детей. Начальная школа работает над подготовкой спектаклей по произведениям известных наших писателей о природе Бианки и Пришвина. Сегодня в школе работает пресс-центр. Уже вышел первый выпуск газеты, экологической газеты. Ребята работают над созданием реестра растений, парков и садов. Весной юные исследователи отправятся в городские скверы. Пока же ребята гуляют по школе и просторам интернета. Мы создали специальную страничку в социальной сети ВКонтакте, когда выложили всю информацию. Кстати, эта страничка называется «Седьмой А. Школьный ботанический сад». Пока что только наш класс в пользу всех, а именно 20 участников. Но хотелось бы, чтобы вся школа была у нас. Вот наводим наш штрих-код. И, пожалуйста, Фикус Бенджамина. Это тот самый случай, когда гаджеты не мешают, а наоборот помогают учиться. Пока проект направлен в основном на изучение биологии, но в перспективе перенести его и на другие дисциплины. А идею электронного сада в 94-й предлагают подхватить и другим школам. Делиться опытом здесь готовы. Юлия Сауляк, Сергей Мякишев, Тюменское время. Ну а вот чтобы прочитать новое произведение писателя Алексея Иванова, идите не в интернет, а в книжный. В магазинах Тюмени и Тобольска уже появилась одна из самых ожидаемых новинок года. Роман «Тобол». Тот самый, что вырос из сценария сериала о Сибири Петровской эпохе. Съемки начнутся в феврале, а сам роман накануне презентовали в столице. «Тобол» — это и политический детектив, и исторический роман, и даже представьте фэнтези. А главное — наш абсолютно узнаваемый колорит, пусть и в декорациях 18 века. Ну, послушайте сами. Благодарю всех, кто собрался на эту встречу. За неделю половина жителей Тобольска побывала на воеводском дворе, чтобы посмотреть новую диковину. Мужики покряхтали, прикидывая, как тяжело валить, янтово мамонта на охоте. А бабы сообща пришли к выводу, что старый Ремез не спятил. Кстати, в сериале Дмитрий Назаров сыграет именно старого Ремеза, Семена Ремезова, известнейшего таблика. Историка, архитектора и картографа. Также нам обещают Куценко, Дюжеву, Фоменко, но информация об актерском составе все еще разнится. До вопроса об актерах я, пожалуй, не буду отвечать, потому что мне кажется, что это неправильно. Все-таки фильм снимает режиссер, и актеров должен выбирать режиссер. И я, как автор сценария, не должен мешать ему своим мнением. А актерам одно пожелание, чтобы им нравилась эта роль, чтобы они играли с полной самоотдачей. Ну, кстати, это первая из двух частей романа, продолжение, автор выпустит к осени 2017 года. К нам присоединяется Анна Чеханадская. Здравствуй. Здравствуй, Дима. Ну, первый том называется «Многозваных», второй... Скорее всего, «Малоизбранных». Ты угадала. Давай угадаешь стоимость книжки. Ну, не знаю, учитывая сегодняшние цены в принципе на книге. 585 рублей, так что, если хочешь почитать, welcome в любой магазин. Придется раскошелиться. Придется. Лучше книжки, Дим, читай, чем сомнительные советы в интернете. Именно об этом первая новость мы им обзорили. А ты, видимо, сомнительные новости прочитала в интернете. Это точно. Прямо сейчас все подробности. По требованию Тюменской прокуратуры будет закрыт доступ к 43 сайтам, которые обучали дачи взяток и способам отката. Информацию разместил официальный сайт областного ведомства. Его специалисты систематически проводят мониторинг в интернете с целью пресечения пропаганды коррупции. В входящем году выявили 43 запрещенных ресурса. Помимо курса начинающего взяткодателя, сайты учили, как не попасться на подкупе, в том числе судей. Некоторые порталы даже опубликовали прескурант для должностных лиц. Новые подробности установки памятника Дьяконову Дьяченкову в Тюмени публикуют слухру. Сегодня было решено, что монумент весом в полторы тонны будет возведен на фрагменте старинной мостовой. Той самой, что обнаружили под асфальтом при полной реконструкции улицы Комсомольская в исторической части города. Эксперты рабочей группы уверяют, что по этой мостовой прогуливался сам Георгий Дьяконов-Дьяченков. Напомню, памятник планируется открыть к 9 мая 2017 года в сквере Драматического театра. 38 тюменских школьников окажутся на Кремлевской елке в этом году, сообщает 72.ру. Ребята отправятся на праздник 24 декабря. В делегацию включены отличники учебы, победители конкурсов и олимпиад, дети из многодетных и замещающих семей. Ну, кстати, тех, кто поедет на главную елку страны, определяла специальная комиссия. В Москву школьники отправятся чартерным рейсом в сопровождении сотрудников полиции, медработников и педагогов. Ну, добавлю, Дим, что Кремлевская елка берет свое начало в далеком 36-м году. С 50-х годов ее начали транслировать на центральном телевидении, но вообще попасть на нее до сих пор считается большой удачей. Не знаю. Я совершенно случайно однажды попал на Соборную площадь, когда Кремлевская елка заканчивалась. Страшное событие. Ограждение по кругу вокруг елки. Выпускают детей, которые не знают, где их родители. И родителям нужно взять за ручку ребенка и вытащить. Выловить своего. Это очень опасное изделие. Но зато красиво. На самом деле очень классное мероприятие. Ладно, тебе хороший выходной. И тебе, Дим. Я продолжу. Кстати, сегодня за детей заступилась уполномоченная по их правам Анна Кузнецова. Она обратилась к министру транспорта, чтобы тот обратил внимание на многочисленные случаи высаживания из автобусов юных безбилетников. В мороз такие действия может даже по статье квалифицировать. 125-й. Оставление в опасности. А вот на прошлой неделе в Москве с российским омбудсменом встретился наш тюменский Андрей Степанов. С ним и поговорим сегодня о поездке и о последних резонансных случаях с детьми. Андрей Эдуардович, здравствуйте. Здравствуйте. Хотелось бы, давайте начнем с нейтральной темы. Вы недавно ездили в Москву. Всеуполномоченные из страны по правам детей. Как вам новую полномоченность? Задачи, которые решает Институт уполномоченных, они не изменились. То есть нет никого перекоса. Некоторые боялись, что дама совсем православная, и может быть что-то меняться в моральных... Просто не звучало. Причем, вот как были планы большие о том, что следующий съезд уполномоченных будет посвящен традиционным семейным ценностям, это планы еще прежнего полномоченного, они так и будут воплощаться в жизни. Все-таки, как ни крути, но особое внимание на детей обращают, ровно в тот момент, когда случается какая-то трагедия. Вот последняя трагедия в Югре, да? Наш губернатор, Тюменский губернатор, одним из первых отреагировал и сказал, что должно быть все четко, строго. Вот как с реализацией этого всего? Вот за этим же надо всем следить. Запретить можно все, что угодно. Если у нас эти вопросы отработаны, это не потому, что кулик болото хвалит. Вовсе нет. Если есть четкое взаимопонимание и межведомственное взаимодействие между ГИБДД, образованием, здравоохранением, социальной политикой, да? Мы четко понимаем, когда куда везти и кто при этом должен присутствовать. Даже школьный подвоз. Есть четко отрегламентированные уже документы, приказы совместные, которые расставляют поминутно, как должно быть организовано. Если это вот так, как в приказе организовано, то случайностей быть не должно. Но ведь на каждого школьника ГИБДД не найдешь, да, допустим? За всеми особо не проследить. Это жизнь. Мы все это время жили, собственно, так. Спортивные школы, да все, кто ходит в спортивные школы, знают, как их возят. Мы стоим перед выбором. Право на жизнь и здоровье и другие права. Ну, наверное, приоритетные, самые базовые, самые главные права. Считаю, что на фоне такой трагедии все равно должна пройти некая перезагрузка. Если кто-то расслабился, встряхнуться, в конце концов, знаете, перечитать этот приказ. Как дети от этого пострадают? Вот меня всегда вот этот вопрос, на самом деле, интересовал. Если мы взрослые... Мы там можем играть сколько угодно в свои взрослые игры и показывать, что вот мы молодцы и решаем эти проблемы. Вот для меня сейчас главное, я бы не назвал, Дмитрий, все-таки этой игрой, для меня главное, чтобы мы не ушли в формализм, не поиздавали новых приказов. Но, к сожалению, понимаете, эти приказы появляются ровно тогда, когда происходит трагедия. В Карелии случилось, мы начали всех проверять и сдавать указы. В Югре случилось, начали проверять и сдавать указы. А до этого у нас все и глаза закрыли. Вот как раз, когда я приводил пример организации отдыха летнего... Я понимаю. Это как раз пример того, что есть культура исполнительская, есть дисциплина и порядок. И если следовать им, то не надо ничего нового. Уже все сделано. Не надо ничего нового издавать. Это, к сожалению, ментальность вообще такая, да? Причем, я не думаю, что где-то за границей иначе все происходит. Дело в исполнении уже принятых, написанных правил, приказов и всего остального. Вот если мы это будем делать, права детей будут защищены. Работа у детского омбудсмена будет всегда. Андрей Эдуардович, простите, но это окажется, что к сожалению. Как к сожалению, всегда будут происходить трагедии с детьми управления Росздравнадзора. Завершила проверку Тюменского медцентра Алим. Там выявлены грубые нарушения порядка оказания медицинской помощи. Хочу напомнить вам эту историю. 19 июня шестилетнему Диме Гемодиеву в центре провели операцию по удалению миндалин. После чего он впал в кому и стал инвалидом. Мальчик в вегетативном состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Насколько я знаю, я не врач, но уже консультировались с многими врачами в Германии и в Москве, что при мгновенной помощи этого можно было избежать. Получается, остановка сердца у него была 3 минуты. Почему 3 минуты? Почему не вызвали сразу скорую помощь? Правомерны ли были их действия вообще? Сейчас Дима Гемодиев находится на лечении в клинике Израиля. Роздоровнадзор направил медицинскому центру Алим предписание на устранение нарушений. Составленный протокол также уйдет в суд. Все новости ТСН, включая выпуски нашей программы, доступны на ютубе и в группах «Тюменское время» в соцсетях, в фейсбуке и вконтакте. Впереди новости из районов. После вернемся в студию, нам еще есть о чем с вами поговорить. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А продукцию с огородов кооператив поставляет в учреждения социальной сферы, в том числе в детские сады. Более половины выпускников профильных классов заводоуковского округа поступают в вузы по выбранным направлениям. Так в школе номер 2 в этом году открыли новое химико-биологическое и уже сотрудничают с Тюменской медакадемией. Сегодня в Юлутеровске стартовали 28-е декабристские вечера. Посвящены они восстанию 1825 года в Петербурге. В мемориальном доме декабриста Муравьева-Апостола прошла театрализованная экскурсия. Также запланированы встречи с декабристоведом, шахматный турнир и салонный вечер. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Тюмене сегодня прошел окружной этап конкурса «Славим человек труда». Лучших выбирали среди фельдшеров, скорой помощи, электромонтеров и инженеров-энергетиков. Конкуренция была высокая. Все-таки участники со всего Уральского федерального округа. Но, видимо, дома и стены помогают практически во всех номинациях. Впервые места заняли тюменцы. Впрочем, это как раз тот случай, когда участие не менее важно, чем победа. Для того, чтобы рассказать людям о сути профессии, показать все самые эффектные и выгодные стороны, наверное, проводятся вот такие конкурсы. Все больше и больше молодых людей. И людей, которые решают сменить специальность, выбирают именно эти профессии специальности, понимая, что они сегодня как раз востребованы на рынке труда. Например, одной из самых востребованных является профессия электромонтера. Серьезная конкуренция была и сегодня на конкурсе. За победу боролись 20 человек. Победителям из числа профессионалов достался приз в размере 79 тысяч рублей. Студентам 23 тысячи. И вы даже не представляете себе, как в канун праздников востребованы именно электромонтеры. Точнее, даже энергоэффективные электромонтеры. Вечером на улице бывали. Все, знаете ли, по последнему слову техники. Производство праздничного настроения в наши дни поставлено на поток. Чуть-чуть запаздывает штучное искусство. Ледовый городок на Цветном бульваре только начали строить. Горку полутораметрового петуха и избушку обещают закончить 23 декабря. Но ощутить приближение нового года все-таки можно уже и сейчас. Александр Гришаков проложит маршрут. Но со своей особенной коммунальной изюминкой. Сейчас получается включено статическое. Вот мы, значит, уже видим, что деревья начали играть. Большая гирлянда впервые в Тюмени. Здесь больше трех тысяч диодов. И каждый управляется с одного пульта. Световое представление может работать в восьми режимах. Но организаторы выбрали статику. Смотрится эффектно. И водителей не отвлекает. Потребляет гораздо меньше. На самом деле одна сетка, если мне не изменяет память, около 60 ватт всего. То есть, да, одна небольшая лампочка или чай. Фигуры лебедей на стеклянном озере уже проверяют на прочность. Это тоже новая для города форма. Все производят местные предприниматели. С ними легче договориться о едином стиле новогодних украшений. С 2014 года управы стараются сообща наряжать город. Мы пытаемся внедрять и световые растяжки, и световые фигуры, новые образцы, которые уже не просто так как-то намотали гирлянду на дерево, вроде как красиво светится. А пытаемся как-то художественно к этому подойти, чтобы она была, во-первых, надежная, многоразовая. Такого количества огней еще 10 лет назад система не выдержала бы. Тогда в освещении применяли неон. Газ мотает счетчики в 9 раз быстрее, да и к морозам неустойчив. С современными диодами возможностей больше и для творчества, и для кошелька. Хорошо. Нам нравится. Настроение создается? Да. Праздничное. Нравится, как украшают наш город. Очень красиво. Вот улица Ямская, гостевая. Хорошо украшают. Лебедей красивых поставили. Горку залили. Молодцы. Чего не хватает для такого новогоднего настроения? Музыки. Да. Деда Мороза Большого. И мандаринов. И винограда. Посмотрите, как красиво все. Нормально, все нормально. Лучше, чем в других городах. Я бывал в Новосибирске, там в Кемеровской области. Лучше Тюмени нет. Зеленые диодные елки, световые пану с медведями и оленями, оркестр снеговиков и филармонии. Без этих новогодних атрибутов Тюмень праздники уже не отмечает. И хотя удовольствие это не из дешевых, порядка 12 миллионов рублей, эмоции жителей города гораздо важнее. Окончательно в новогоднее настроение город погрузится до 15 декабря. Центральные гостевые улицы уже готовы, сейчас украшают скверы и отдаленные районы. Все это великолепие будет радовать глаз как минимум месяц. Александр Гришаков, Александр Вележанин. Тюменское время. Мы к этому часу и на этой неделе все новости в понедельник. ТСН итоги на том же канале в то же время. Уверен, что моим коллегам будет о чем с вами поговорить. В студии рада вас работал Дмитрий Чашков. Хороших выходных. Спокойной ночи, до встречи. Субтитры подогнали Симон.